В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале о самых значимых событиях этого дня. Торговцы честью. Двое молодых людей вымогали 80 тысяч за молчание. Жители Гергебельского района задержаны за шантаж. Ее профессия спасать людей. Заслуженного работника здравоохранения Галину Николаеву посетила председатель профсоюза работников здравоохранения «Здоровое будущее». Ёлки не рубят, щепки не летят. Даглис Хос запретил вырубать ель в республике в предновогодний период. С чем связан такой запрет смотреть через несколько минут. В Махачкале задержаны молодые люди, вымогавшие деньги у девушки. Злоумышленников задержала полиция. Вымогателями оказались двое жителей Гергебельского района, которые грозились опубликовать в интернете ее откровенные снимки и требовали за молчание 80 тысяч рублей. Несмотря на свой юный возраст, они оказались уже ранее судимы. Парней задержали с поличным как раз в тот момент, когда потерпевшая передавала им указанную сумму. Это было в Махачкале возле дома по улице Комарова. Следствие установило, что злоумышленники требовали деньги за нераспространение сведений, поручащих ее честь и достоинство. По делу собран материал для принятия процессуального решения. В Дагестане снова увеличили число коек для пациентов с коронавирусом в связи с ростом числа случаев заражения. Как сообщают в Минздраве, ситуация с коронавирусом в республике остается крайне напряженной. Ежесуточно госпитализируется более 300 пациентов. В связи с этим приходится разворачивать дополнительные койки. Прием ковидных пациентов возобновила Республиканская клиническая больница номер 2. Здесь для пациентов с коронавирусом подготовили 150 коек, в том числе 14 реанимационных. В настоящее время в медучреждения уже госпитализировано 15 человек. Тем самым общее число перепрофилированных коек в медучреждениях Дагестана – 4293. Сергей Меликов выписан из больницы, но все еще находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Вернуться в Дагестан и продолжить работу Меликов планирует на следующей неделе. Он уточнил, что непроведенные в силу определенных обстоятельств в декабре мероприятия будут проведены уже в следующем месяце. Основным вопросом, на котором необходимо сосредоточиться, глава Дагестана назвал ситуацию с коронавирусом. В Дагестане продолжается реализация программы «Профсоюз работников здравоохранения «Забота». Она реализуется в целях оказания материальной помощи медицинским работникам, пенсионерам и ветеранам труда. Так, руководитель профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева навестила заслуженного врача Дагестана Галину Абдул-Керимову. Большую часть жизни женщина посвятила медицине и спасению других. Подробнее Зумруд Гамидова. Вся трудовая деятельность Галины Николаевны связана с медициной. За несколько лет она прошла путь от рядового врача-педиатра до заместителя главного врача Каспийского лечебного объединения по детству, где проработала 35 лет. Галина Николаевна – трудолюбивый медик, умелый организатор. Ее высокий профессионализм был не раз отмечен наградами от Министерства здравоохранения России и Дагестана. Это вот я была награждена Дагестанской автономной социалистической республикой почетной грамотой. Для того, чтобы в дагестанских семьях было материнское счастье, своей профессии она отдала всю жизнь. В 1961 году Галина Николаевна окончила Томский медицинский институт, а через 6 лет приехала в нашу республику, уже будучи замужем за дагестанцем. Работала заведующая детским отделением, а уже с 1969 года назначена заместителем главврача по детству Каспийской центрально-городской больницы и проработала на этой должности 35 лет. Женщина вспоминает, что тогда она застала нелегкие времена, врачей не хватало. Работы было много, была большая смертность, и понимаете, у нас было много. Мы кутаны все обслуживали. Галина Николаевна воспитала сына, который пошел по ее стопам, стал врачом-реаниматологом. Сегодня большая часть педиатров – Каспийские ее ученики. Всю свою профессиональную жизнь она посвятила совершенствованию оказания помощи детям. Женщины считают, что молодежи следует учиться, осваивать новые направления в медицине и, главное, налаживать взаимоотношения с людьми. Я хочу пожелать настоящему поколению медицинских работников и врачам, и медицинским сестрам, и вообще всем, кто связан с медициной, быть профессиональными, хорошими своего дела. И самое главное – быть добрыми, отзывчивыми, быть чисто, относиться к своим больным по-человечески. Зумруд Бучаева поблагодарила Галину Николаевну за неоценимый вклад в развитие дагестанской медицины и вручила ей почетную грамоту и памятные подарки. Она напомнила, что ветераны медслужбы не должны оставаться без внимания. Именно для этого профсоюзом Дагестана была разработана программа «Забота». Программа «Забота» профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан разработана в целях оказания внимания нашим ветеранам, ветеранам-медицинским работникам, тем, которые посвятили всю свою жизнь делу оказания помощи и сохранению здоровья населения нашей Республики. Сегодня героиня нашей программы – Абдул Керимова Галина Николаевна. 35 лет, которая проработала в системе дагестанского здравоохранения и сегодня находится в добром здравии и полна желания передать весь свой опыт нашей молодой медицинской общественности. Для нескольких поколений работников здравоохранения Галина Николаевна была не только руководителем, но и добрым, мудрым наставником и остается по сей день образцом профессионализма, человечности и порядочности. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Даглисхоз запретил вырубать елки в предновогодний период. Руководитель ведомства Вагабы Гулхамидов дал указание всем лесничествам пресекать заготовку деревьев с целью продажи. Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Покупателям будут предложены ели из других регионов страны. Запрет на вырубку в Даглисхозе объясняют тем, что Дагестан относится к малолесным субъектам России. Дагестанские полицейские направили новогодние подарки детям коллег из Донецка и Луганской народных республик. Эта акция уже стала доброй традицией на протяжении последних лет. Более тысячи подарков со сладостями и школьными принадлежностями получат ребята в канун Нового года. В благотворительной акции принял участие министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, члены общественного совета и личный состав ведомства. В торжественной обстановке от здания МВД автомашина с подарками начала свою благотворительную миссию. По словам Абдурашида Магомедова, эти подарки для детей наших коллег из братских республик – символичная помощь и приятный сюрприз для детишек. В Дагестане будет погашена задолженность по выплатам пособий по безработице, сообщает Минтруд республики. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, из федерального бюджета Дагестану выделено свыше 700 миллионов рублей. Напомним, что на указанные выплаты безработным гражданам в текущем году уже направлено свыше 2,5 миллиардов рублей. Когда вы туда появились? На 15% меньше, чем в прошлом году. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.